Эти сотрудники были отнимы из самых достойных в системе МВД и погибли при исполнении служебных обязанностей. В республике простились с полицейскими. О деятельности общественной палаты Карачаева-Черкесии за три года и о планах на будущее говорили на четвертом пленарном заседании в Черкесске. Пробуют разные виды изобразительного и прокладного искусства, предпочтение отдает живописи, вот же где открылась выставка Муссу Мижева. Представили в виде интерпретации эпизода из произведения «Война и мир. Настоящий бал лучших традиций придворного этикета» прошел обез. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». В Карачаево-Черкесии простились с полицейскими, которые погибли при нападении преступников в Карачаевске. Лейтенанта полиции Мурата Калаханова с подобающими почестями похоронили на кладбище родного аула Кумыш. У полицейского остались жена и маленькая дочь. Ему было 36 лет. С Романом Гущиным родные, близкие друзья и товарищи простились в поселке Орженикидзовском, где он родился и вырос. У него остались мать, отец и сестра. Роману было всего 26 лет. Проводить в последний путь своих коллег пришли сотрудники аппарата МВД по Карачаево-Черкесии и территориальных органов МВД России на районном уровне. В честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, трижды прогремел залп из боевого оружия. Эти сотрудники были одним из самых достойных в системе органов внутренних дел, очень перспективные, и они добросовестно занимались охраной правопорядка и обеспечением безопасности на обслуживаемом участке, отметил министр внутренних дел Владимир Нефедов. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялось итоговое пленарное заседание 4-го созыва, в ходе которого обсудили деятельность органов за три года. Говорили собравшиеся и о планах. Альбина Ламкова продолжит тему. В работу итогового пленарного заседания 4-го созыва включили торжественную часть. Был отмечен труд членов общественной палаты. Эксперты успешно реализовали инициативы, важные для страны проекты. Благодаря работе экспертов мы зачастую находим решение тем злободневным вопросам, которые возникают в обществе. Поэтому хотелось бы хорошие слова напутствия сказать тем, кто принимал участие в работе 4-го созыва. Затем был представлен фильм. В нём рассказали о деятельности общественной палаты за три года. Говорили о тесном сотрудничестве профильных комиссий с органами исполнительной власти. План их деятельности отработан на 100%. За это время были непредвидены задачи. Во-первых, в ходе работы началось СВО. Конечно, общественная палата не могла остаться равнодушной. Члены общественной палаты и председатели общественной палаты поддержали Владимира Владимировича Путина. И мы не просто поддержали Владимира Владимировича Путина, мы поддерживаем ещё и наших солдат. Нулевые чтения законопроекта в общественной палате республики уделяют большое внимание. За три года провели более ста. Открытость и доступность – основные принципы работы общественной палаты. Поэтому к приёму граждан относятся по-особому. Мы осуществляем ежедневно. У нас нет такого понятия, что придите в понедельник или в среду. Мы готовы принять граждан каждый день. Конечно, они не каждый день могут встретиться со мной, потому что у нас есть ещё и выездные мониторинги. Ещё одной из главных задач общественной палаты – задать содержательную технологию в обсуждении, контроле и реализации национальных проектов. Проведена большая работа на выборах президента России. Этим составом проведена огромнейшая работа, которая оценена на федеральном уровне, на региональном уровне. Было очень приятно, когда была встреча рабочая с Рашидом Борисовичем Тимрезовым, где Рашид Борисович Тимрезов в моём лице оценил высоко работу всей общественной палаты. Сделано многое, но впереди предстоит ещё больше работы, сохраняя темпы и принципы организации труда общественной палаты, отметила Елена Ляшова. Поэтому был добавлен Комитет по сохранению традиционных ценностей. Но в то же время обновлённый созыв меняется на треть. Будут представлены новые люди. Их количество составляет 12 человек. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. 1200 саженцев плодовых деревьев раздали семьям участников СВО в Карачаево-Черкесии в рамках международной акции «Сад памяти». Это уже третья по счёту раздача саженцев в рамках акции, которая носит название «Сад памяти дома». Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Яблони интенсивного типа по 100 саженцев отправили во все районы и городские округа республики для семей участников специальной военной операции, часть из которых будет высажена дома, другая пойдёт на благоустройство аллей в честь наших земляков-военнослужащих, которые героически сражаются в зоне СВО с честью отстаивания интереса нашей страны. Напомню, что в этом году, объявленном президентом России годом семи, международная патриотическая акция проходит в формате «Сад памяти семьи» и посвящена теме единства исторической и семейной памяти. Центральное мероприятие акции состоится 27 апреля на территории парка культуры и отдыха «Зелёный остров» в Карачаевске. Первая персональная выставка молодого художника Мусы Мижева открылась в художественной школе УСДЖГУТЭ. В какой технике и какие картины он пишет, что его вдохновляет на творчество, на экспозиции побывала Алла Качиева. Через эмоции и энергию молодой художник Мусы Мижев передаёт зрителю свои мысли, чувства, настроения, психологическое состояние и идеи. Его работа – это целое художественное произведение. В последнее время может вдохновить абсолютно всё. Раньше не очень так нравилось писать пейзажи, сейчас почему-то делаю опору на пейзажи. Больше всего нравилось, конечно же, такие, можно сказать, вымышленные персонажи, фантастические персонажи, портреты животных очень любил писать. Наверное, по выставке понятно, что всё ещё. Рисовать Муса любил с раннего детства. Уже в начальных классах начал ходить в Узжигутинскую детскую художественную школу. Затем окончил КЧГУ имени Умара Алиева. В прошлом году молодой художник решил вернуться в родной Альма-Матер, где начиналось его профессиональное творчество. В настоящее время Муса Мижев преподает в детской художественной школе Узжигуты. И на открытии персональной выставки собрались представители районной администрации, родные, близкие, ценители творчества, его ученики и учителя, теперь уже коллеги. Муса Мижева я знаю ещё со школы, когда он ходил к нам в художественную школу, я преподавала ему, он был нашим учеником. И он вернулся к нам в школу работать, мы его пригласили. Прекрасный преподаватель, дети его обожают. Они его даже встречают на пороге, каждый урок, когда он приходит. Ну, работы прекрасные. В своём творчестве Муса Мижев пробует разные виды изобразительного и прикладного искусства. Предпочтение отдаёт масляной живописи. Именно эмоции и энергии, которые удаётся передать автору, работают на художественный образ, придаёт картине смысл, отмечают собравшиеся. Эта работа мне нравится, потому что она очень яркая, и я сама тоже яркими красками рисую, и вот поэтому мне эта картина нравится. А вторая мне нравится, потому что я увлекаюсь животноводцем, и мне нравятся именно лошади из животных. И я ещё катаюсь на лошадях. Очень часто катаюсь, и вот мне именно вот этого цвета нравятся лошади. Талант Мусы Мижева оценён по достоинству. В этом году он принят в Творческий союз художников России. Молодой художник планирует все свои знания и навыки передать молодому поколению. И востребован сегодня здесь, в детской художественной школе Узжигуты, которую посещают около 500 одарённых детей, выпускники которой достигли самых больших высот в творческой деятельности. Аула Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Узжигута. Юные девушки в платьях нежных цветов и кружащиеся в вальсе с кавалерами. В Хабезе прошёл настоящий бал в лучших традициях придворного этикета и с акцентом на золотой век. Приглашение на светский раут получила и Фатима Даурова, которая и оценила утончённую красоту вечера. Диана Даурова сейчас испытывает трепет юной девушки, которая сменяется предвкушением чего-то красивого, радостного, а потом и вовсе ликованием. Для неё этот бал стал выходом в свет в качестве дебютантки, и к нему она подошла со вкусом. Платье я тоже начала искать сразу же, когда нам сообщили про этот бал. Хотела себе светлое платье, нежное платье. И выбор стоял между небесно-голубым и таким розовым оттенком. И я выбрала такой оттенок, потому что он мне больше понравился. И вот церемонимейстеры объявляют о начале торжества и по очереди оглашают имена гостей. Кавалеры первым делом сопровождают прекрасных дам, своих наставниц-учителей, а прелестные молодые девушки составляют им компанию. В утончённом реверансе они приветствуют зрителей. Бал в лучших традициях аристократических салонов начался с полонеза. Торжество представили в виде интерпретации эпизода из произведений «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, а точнее первого бала Наташи Ростовой. Подготовка к балу началась за несколько недель. Девушки и их партнёры обучались и совершенствовали танцевальное мастерство и свои манеры. Очень тщательно подбирали наряд. В женских уборах приветствуется лаконичность, простота выражается и в украшениях, подобранных со вкусом. В виде вычурность всегда считалась дурным тоном. Такие наглядные уроки в историю будоражат умы детей в хорошем смысле и настраивают их к познанию истории своей страны, считает организатор и торжества. Я думаю, что сегодняшнее событие дало возможность ощутить это необыкновенное чувство причастности к такому большому историческому событию. Мы знаем о том, что наши девочки в детстве все мечтают побывать на балу, и сегодня у них была такая уникальная возможность благодаря нашему проекту. И как же точно сказал гениальный Александр Сергеевич Пушкин о баллах. Музыки грохот, свеч блистания, мелькание, вихрь быстрых пар, красавец легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражают вдруг. Фатима Даурова, Муминат Иширова, Ренат Мука, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовали соревнования среди команд пожарных и спасателей Северокавказского федерального округа. Лучшие команды своих регионов приехали в Черкесск, чтобы определить лучшую аварийно-спасательную дружину. Во второй день соревнования определили победителя, а на торжественном открытии побывал Артур Мыхце. В восьмом по счету турнире среди северокавказских управлений МЧС и поисково-спасательных отрядов приняли участие 10 команд. Главным фаворитом соревнований в Черкесске, разумеется, были хозяева – представители Карачаево-Черкесского регионального управления. Его сотрудники – постоянные участники всероссийских форумов. Впрочем, остальные команды, приехавшие в нашу республику, также рассчитывают на успешное выступление, ведь на региональном уровне каждая из них стала лучшей. Регионы между своими подразделениями проводят соревнования, то есть проводится отбор, и на основании этих соревнований соответственно выделяется лучшая команда, и лучшая команда и представляет свой регион на северокавказском уровне. Я сам недавно работал, заместитель начальника, и наша часть впервые выступает на северокавказском уровне. Мы у себя заняли, соответственно, первое место. По словам руководителя республиканского управления МЧС Александра Голоколенко, от слаженных действий всей команды спасателей зависит конечный успех. Одно неверное действие и кропотливая работа коллектива окажется впустую. Здесь мы демонстрируем нашу готовность к проведению мероприятий по оказанию помощи людям при реквизации дорожно-транспортных происшествий. Опыт работы в команде, автоматизм действий про проведение аварийно-спасательных работ, спасение жизней – вот наша основная задача. Помните, что соревнования – это не только возможность продемонстрировать свои знания и умения, но и возможность обменяться опытом. Согласно положению из заданий, которые будут выполнять команды, это деблокировка пострадавших, оказание первой помощи, разборка полностью автомобиля, резко его по запчастям, извлечение пострадавших, так что оказание, как я и говорил, первой помощи, также тушения, пожара, то есть элементы будут отработаны довольно интересно. Каждая из десяти команд предстояло продемонстрировать свои мастерства и умения работать в экстремальной ситуации. Да, в данном случае речь идет о действиях на тренажере, однако происходящее наиболее приближено к тому, что может произойти на самом деле, и даже если победа в турнире не будет достигнута, полученный опыт непременно пригодится. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Как предприниматели реализуют свои проекты, и какую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса оказывают в центре «Мой бизнес», ответ на эти и другие вопросы в специальном репортаже. А наш информационный выпуск завершен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова